Доброе утро! 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 И всем хотелось представить каждому свой проект. И это у нас получилось. Очень качественно эта презентация была красноитогово по площадке. Адам, вы какой проект представляли на форуме? Расскажите о нем. Мой проект «Межнациональная атмосфера дружбы» называется. Он реализовывается уже. Он работает? Да, он уже работает на территориях Антон-Мансийского района и города Антон-Мансийского уже 4 года. Ну, вы расскажите о нем пополнее, так скажем. Он направлен на учащихся 4 классов, чтобы они... То есть это начальная школа? Да, чистая начальная школа. То есть пока они не перешли в среднюю школу. Он направлен на то, чтобы они думали, чем больше национальностей в классе, тем лучше. Как мы это делаем? С помощью конкурсов в игровой форме. Им нужно написать слово «привет» на разных языках мира. Если в 4-м А классе учатся 10 национальностей, они напишут 10 раз «привет». Если 2 национальности только учатся в 4-м А, они напишут 2. И так дети начинают понимать, ага, это хорошо, то, что у нас много национальностей. И так, они угадывают. Я буду больше языков знать. Узнаем друг друга, узнаем больше в общем поцелу. Они не узнают, как на других языках пишется слово «привет». Следующий конкурс — это флаги. То есть они угадывают флаги, названия флагов, то есть что означают каждые цвета, народные обычаи, праздники других народов. Так, ну вот смотрите, они переходят в 5-й класс и все, они в этом проекте больше не участвуют? Нет. Они начинают поддерживать 4-й А, который вот... То есть они уже начинают самостоятельно дружить? Да, они начинают самостоятельно. Классные руководители отмечают, что классы становятся дружнее. Вот на ваш взгляд, это каждое мнение интересно, какие проекты вас лично зацепили, которые на форуме были озвучены? Ну, у меня лично... Ну, у меня очень лично нравятся проекты парадайвинг, которые реализуются... Это Коголым, да, по-моему, я не ошибаюсь? Да, и Коголым, и Олег Ленц здесь у нас в Ханты-Мансийске. И, кстати, хочется отметить, что, конечно, что я почему-то об этом проекте услышала через Коголым, но знаю, что вообще родом эта вся инициатива идет из города Ханты-Мансийска. И лидер здесь находится, и он как раз транслирует... То есть стали расширяться? Да, да, да. Это наставники его, которые вот в Коголыме приняли вот эту технологию. Адам, вам какой проект? Знаете, у нас в округе очень много идей, и одна идея, которая вышла из форума, это объединить все мероприятия, сделать такую сетку мероприятий, когда каждое мероприятие состоится. Это было, по-моему, спортивно. Да, классно. Календарь, и, если я не ошибаюсь, еще интерактивная карта Югры, событийная, да, тоже должна появиться. Вот в спортивном так было, то есть то, что все мероприятия округа объединяются, и каждый из жителей может посмотреть, ага, я могу сначала в Урае участвовать, в экстремальной гонке, потом в Радужину поехать. И то есть вот такой план сетка всех мероприятий. Очень удобно. Когда ждать, когда она будет готова? Первая уже будет к лету, уже составляется. Да? Отлично. Хорошо. Какие планы и перспективы, кроме вот этого, наметили на форуме гражданских инициатив? Ну, вы знаете, конечно, работа основная... Или, может быть, какое-то приоритетное прям направление выбрали? Вы знаете, сейчас, безусловно, работа кластеров, как я уже озвучивала и на форуме, итоговом о том, что вся работа, координация переходит в наш фонд. То есть у нас будет составлен план. Он будет доведен, безусловно, на сайте «Югражданин», да, и будет информация как раз по кластерной работе обозначена. Вот это такая система. Безусловно, будет образовательный, и это будут консультационные. Это будет то, что ключевое было озвучено, это губернаторский грант. Но это уже следующий год, да, но работа уже в этом году начнется такая плодотворная. То есть система грантов, да? Система грантов одного окна, да. То есть мы вот, у нас активно два дня консультировали из фонда президентских грантов. Мы получили консультацию очень качественную. Вот, надеемся, что они будут нашими наставниками в этом направлении. Поэтому задач очень много, стратегических и работа системная с муниципальными образованиями. Конечно, мы в помощи главам, в том числе, нужно пересмотреть, возможно, программы поддержки тех некоммерческих организаций, да, которые сейчас у нас есть в муниципальных образованиях. Ну, самое-то главное, мне кажется, это еще все смогли вместе встретиться, пообщаться. Это самое главное было приведение связей, знакомств, чтобы можно было реализовать свой проект где-то в другом регионе. Ну что ж, если какая-то информация сейчас нашим зрителям тоже показалась интересной, зацепила, или они хотели бы узнать об этом форуме побольше, где можно получить эту информацию? На портале Югражданин. Пожалуйста, заходите, там информация вся опубликуется, и в новостной ленте открытого региона в том числе. Большое вам спасибо и хорошего дня. Спасибо. Спасибо.